Работу над программой развития Абхазии Центр стратегического исследования при президенте страны завершил. Специалистам ЦСИ необходимо было услышать мнение собравшихся о документе. Это, начиная свой доклад, отметил директор Центра Олег Домения, один из разработчиков программы. Она направлена на то, чтобы жизнь в республике стала лучше и перешла на новый качественный уровень, подчеркнул Домения. Что мы можем и должны сделать для того, чтобы жить лучше. И самое главное, способны ли мы, мобилизовав, целенаправленно организовать себя так, чтобы жизнь в Абхазии стала лучше. Стратегия социально-экономического развития Абхазии – это не панацея. Это возможность выхода из сложившейся ситуации навстречу экономической стабильности и независимости республики. Предыдущие годы показали, что деятельность наших чиновников не опиралась ни на стратегические исследования, ни на соответствующие концептуальные документы, отметил в своем выступлении президент Рауль Хаджимба. Он также подчеркнул важность и своевременность представленной программы. Политика долгосрочного социально-экономического развития нереализуема без качественного стратегического планирования. Невозможно постоянно заниматься латанием дыр, не видя более общей перспективы, не сформулировав целей и не имея проработанных путей их достижения. Программу разработали специалисты Центра стратегического исследования при президенте Абхазии при поддержке российских коллег. Замечательно, что сегодня мы видим этот документ в завершенном, в консолидированном виде. И заслуживает особой оценки то, что основную роль в его подготовке сыграла рабочая группа при Центре стратегических исследований при президенте Абхазии во главе с Олегом Нестеровичем Доменея при привлечении лучших специалистов из Абхазии и Российской Федерации. Гость форума, советник президента России Сергей Глазев поблагодарил руководство республики за приглашение и отметил, что документ, презентованный во время форума, очень важен для абхазского народа и в России его ждали давно. Вот эта инициатива по разработке долгосрочной стратегии, мы ее ждали давно. В общем-то мы в России сейчас занимаемся стратегическим планированием, наконец вы знаете, принят закон о стратегическом планировании и в нашей делегации есть эксперты, которые участвовали в разработке этого закона. Стратегия социально-экономического развития Абхазии предполагает два основных этапа. Наиболее сложным будет период с 2015 по 2020 годы. Схожая кризисная экономическая ситуация в республиках постсоветского пространства – это результат определенных политических процессов. И это для нашей страны может сыграть определенную выгоду, считает экономист Заур Шалашава. Экономические кризисы, переживающие на непостсоветскими странами, в том числе и Республикой Абхазии, катализируют интеграционные процессы между ними, для чего требуется наличие системы постоянных и устойчивых межразвивых связей экономик стран, что позволяет создать своеобразный межгосударственный комплекс отраслей, ориентированный на обеспечение жизни деятельности стран, включенных в региональную интеграцию. Весь потенциал предыдущего этапа развития Абхазия уже исчерпала, отметил один из редакторов стратегии – экономист Галина Тимофеева. Передовые технологии инноваторства во всех сферах – это то, что жизненно важно для экономики республики сегодня. Для последующего развития необходимо изменить механизмы использования имеющихся ресурсов. И чтобы обеспечить экономический рост, следует опираться на передовые технологии, производстве, продвижение продукции в управлении, которые позволят Республике Абхазии занять устойчивые конкурентные позиции. В последующих выступлениях российские ученые отмечали высокий уровень работы над документом, который, считают специалисты, отвечает международным нормам и в ближайшие годы может стать реальным локомотивом социально-экономического развития Абхазии.